Девушки отдыхают Я на секунду показал, что я уже на работе Шелевись, Агузов! Костян Это кто? Это муравьи Муравьи позвонили в дверь? Костя, я заказала новую муравьиную ферму Дай две тысячи Сколько? Две тысячи Спасибо Надо было старый батон не выбрасывать Где муравьи завели, сейчас бы сэкономили Кто звонил? Мама звонила Наверное, в очередной раз хотела спросить, когда я выйду замуж Ну, потом перезвоню Все нормально? Смотрите Смотрите Какие хорошенькие Кстати, Саш, не хочешь скинуться? Все-таки это ты прошлых муравьев отравила Ага, сейчас Я вчера в шкафу муру била А мне теперь за нее тоже деньги дать? Да А ты что дергаешься-то? Смотри, нервные клетки, как изгоревшая свинина, не восстанавливаются У меня там шкафчик открыт А у нас в ресторане кошельки воруют Пойду закрою А ты что такой бодрый, цыпленок ушастый? Что выспался? Что Саше не дает? Что ты сказал? Просто когда я с ней жил, я вообще не знал, что такое сон Врезал бы я тебя До руки пачкать неохота Это кто тебя спросит Лавров, ты что творишь-то? Ты что? Ты что, совсем жува сошел, что ли? Хватит, что ты делаешь? Что, вставай Вставай, отойди, отойди, Лавров Хорош, что творишь-то Да не трогал я его Да, он себя сам распался у нас, да? Ну, вообще-то так и было Он сам себя отдавил, чтобы на меня свалить Тихо, тихо, тихо Пусти меня Ты хварь Спасибо, пацаны Нормально? Спасибо, все Лёва, имей совесть, дай поспать Шеф? Лёва, что тебе надо? Уже почти полдень Вы дома не ночевали Мы с мамой волнуемся Где вы? Я в ресторане ночевал Сейчас отошел ненадолго в эту Ну, спа-салон А что вы там делаете? Какое твое дело? Усы депелирую Скоро буду Ведешь себя как ребенок Ну, Лёва, взрослый парень Мог бы ему сказать правду Действительно Тихо Да, сынок, привет Мам, привет Ты на работе? Ну, конечно, я давно в ресторане уже Ну, тихо, прошу тебя Как ты долетел? Нормально Только тут холодильник, конечно, жуткая Ты носки надел теплые? Мам, хорошо, что ты мне еще резиночку Перчатка мне пришила Мне же не пять лет Ну, все, ладно Ну, не обижайся Пока Очень смешно Лена Ты ведешь себя как ребенок Виктор Петрович Между прочим, половина двенадцатого Два лучших ресторана Москвы Практически обезглавлены Вам не кажется, что нужно подняться И пойти на работу? Как на работу? На работу Позавтрак Как ты смотришь на ансамбль Из нежнейшей моцареллы В соусе табаско С вялеными помидорами черри И нежнейшими ломтиками Пармской ветчины Как же аппетитно звучит Еще бы Это моя любимая пицца Пицца? Ну, конечно Зато у нас будет еще полчаса Алло Желаем заказать пиццу Саш, ты же меня знаешь Я никогда первый не полезу Слушай, не нужно из меня делать дуру, ладно? Ты от одного звонка так взбесился Можно подумать, что мне предложение сделал А что ты меня обманул, что тебе мама звонила? Ну, да Я знала, что тебе будет неприятно Но я не думала, что ты отреагируешь им вот так Я тебе реально говорю Он сам себя избил Короче Подожди А то что? Тоже мне в нос дашь? Да? Простите, Максим Леонидович Я слышал, что происходит между вами Ильей Владимировичем На редкость неприятный тип Имел честь с ним общаться Знаете, высшее преимущество войны Не напасть на врага А разрушить его планы Суньцы Чё? Ну да Вот, мне кажется, я не случайно её нашёл Она вам пригодится Война Это великое дело Основу жизни и смерти Путь к выживанию или гибели Люди стали выбрасывать книги Это из страны осталось недолго Всё, хватит здесь как овощи на гриле валяться Я в душ А я ещё поваляюсь Такому баклажану, как я, нужно больше времени О, вот и пицца Иду, иду О, здрасте Здрасте Сколько с меня? Что сколько с меня? Понятно Держи, без сдачи Давай свою пиццу и тиши отсюда Какую пиццу? Вообще кто? Куда летишь? Дайте пройти Ты куда прёшься? Ой, да от тебя ещё и пахнет Берите свой рук, и вы мне куртку порвёте Хорошо Не хочешь по-хорошему, будет больно Кай! Это что здесь происходит? Нет, ты давай, иди в комнату, здесь кое-то. Псих ненормальный, сейчас я его выхожу. Мам, это что за агрессивный тролль? Витя, Виктор Петрович, остановитесь. Этот ненормальный мой сын Василий. Вася, познакомься, это не тролль, это Василий Петрович. Фу ты, ёлки, Виктор Петрович, мой... Понятно, ты можешь не продолжать. Мой коллега. И что вы с ним здесь? Обмениваетесь опытом? Так, ну-ка прекрати, пожалуйста. И вообще, почему ты здесь? Ты должен быть в Сургуте на практике полчаса назад. А ты должна полчаса назад быть в ресторане? Хороший язвитель. От него, кстати, алкоголем пахнет. Что? Да. Вась, ты что, пьяный? Мам, вот только ничего. Нет, ты пьяный, да? Мам, вот только ничего. Мне эта практика нафиг не сдалась, как и ваш с папой. Универ. Конечно, тебе лучше в армию. Иди в комнату. Давай, давай, давай. Спасибо. Нет, ты видел? Ну, ты не принимай так близко к сердцу. Я в его возрасте, знаешь, как выпивал? Ну, да, неудачный пример. Тот, кто готовится к войне, гораздо ближе к победе, чем тот, кто уверен в мире. Ты что делаешь? Мне нужно два волоса. Чего? А лучше два. Вдруг один потеряю. Что, Грибов обожрался? Зачем тебе мой волос? Долго объяснять, Костян. Я не тороплюсь никуда. У меня рабочий день до девяти. Короче, я решил собрать волосы всех работников ресторана, чтобы потом, когда одиноко, смотреть на них и вспоминать. Очень смешно. Вали отсюда. Костя, давай быстрее. Мне еще два латте. Один готов. Мне два волоса. Ай! Костя. Алло. Привет. Сегодня вечером тебя ждет сюрприз. Петь, может, хватит сюрпризов на сегодня? Давай просто поужинам у тебя в Мане. Ну, это и был мой сюрприз. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Давай, как будто я не знала. Давай. Приглашаю тебя сегодня вечером на ужин в Мане. Боже мой, как приятно. Конечно, я согласна. Да, актриса из тебя не очень, но ужин в семь часов. Договорились. Целую. 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 Вика, забронируй мне на вечер вот этот столик. Это любимый столик Дмитрия Владимировича. Он его на сегодня уже забронировал. Он каждый день его бронирует и не приходит. Если придет, я с ним договорю. Ну, или скажу, что ты меня не предупреждал. Фу. Потрясающе. Для пятого столика. Все? Нет, еще заказали три говяжьих филе Полотаринский и телячьи искалопы. Сколько мяса сегодня заказывают? Кого-то пост закончился. Молодой человек. Молодой человек. Можно вас? Да, я вас слышу. Хочу узнать, что в моем салате делает волос. Точнее, два рыжих волоса. Это что, акция? Закажи салат с одним волосом, второй волос получаете бесплатно. Простите, я не понимаю, как это получилось. Мы искренне сожалеем. Мы сейчас же заменим салат и не будем включать его в счет. Чтобы вы этот же не принесли. Еще раз прошу прощения. Никто, Сергей, я не понимаю, раньше такого никогда не было. Стареем. Скоро и седые волосы будут падать. А пока не научишься признавать свои ошибки, будешь за них платить. Салат за твой счет. Вперед. Если ты победил в сражении, не упивайся победой. Ведь война еще не выиграна. Тимур, говядина свежая. Сегодня мне нужна самая свежая. Для тебя самая свежая. Завтрашняя. Тимур. Слушай, ну что ты хочешь? Русский язык перепутываю еще. Сегодняшнее хотел сказать. Сеня, Сеня, ты на это тело даже не смотри. Это для моих гостей. И, кстати, сегодня меня не будет. Точнее, я буду, но по другую сторону баррикад. Как? А вот так, Лева. Сегодня вечером я гость. А ты будешь за шеф-поваром. Пробуй. Ну как? Хорошо. Ясно. Должно быть не просто хорошо, великолепно. Ай-яй, Ай-яй, какой вкусный десерт. Ай, Нура, это не десерт, а паштет. Ой, да, я хотела сказать паштет. Ага, спасибо. Ну как? Что значит как? Я его сам только что делал. Вы не пробовать, говорить как вам. Нет, ты попробуй и скажи. Ты же не пойдешь на сделку со своей совестью? Если тебе понравится, это шедевр. Я приготовил другое. Здорово. Здравствуйте. Общаешься с невидимым другом? Романтик намечается. А чего романтик с моим столиком, а? Дима, извини, наверное, надо было позвонить. Я сегодня Елену на ужин пригласил. Думал, ты не будешь против. В смысле думал, что ты не придешь сегодня? Угу. Ладно, отдыхай. Счастливый столик. Да? Обязательно что-нибудь вечером тебе отловится. Я-то с женой, а у нее супружеский долг. Пойду, сяду за столик для плебеев. Спасибо тебе. Спасибо. Больше волос не дам. Да не нужны мне твои волосы. Да? А что на этот раз? Зуб, ухо? Как ты на этот раз хочешь подставить Илью? Знай своего врага лучше, чем самого себя. И победа будет неизбежна. Ау! Костян, забыли, не собирайся ее подставлять. Я реально был неправ, и хочу замять весь этот конфликт с Ильей. Не знаю, как к нему подойти, чтобы помириться. Может, на пиво пригласить, а? Ну, может. А ты что, реально хочешь с ним помириться? Ну, да, поэтому и спрашиваю. Слушай, что он любит вообще, а? Да, все он любит. Просто сказать, что он не любит. Так вот даже лучше. Ну, там девушек больше 60 килограмм, хотя это тоже зависит от ситуации. Чаевые монетками. Фобия у него, насекомые. Да. А так можешь пригласить его в сауну, ему понравится. Спасибо, Костян. Не за что. Ну, давай, я пошел. Не за что. Да, кстати, я мечтаю в джакузи с аромомаслами отдохнуть. Но это так, если ты вдруг захочешь со мной помириться. Спасибо, что не в нос. Спасибо, Костян. Спасибо. Шеф, к вам пришли. Спасибо. Привет. А я не одна. Я подумала, что вам стоит познакомиться поближе в нормальной, так сказать, обстановке. Прошу. Спасибо. Садись. Да, я подумал... Тоскливый ресторан. Почему? Классическая французская атмосфера. Ну, нормального дизайнера поленились найти. И что у вас с шоу-программы? У мамы в ресторане хотя бы саксофонисты играют. А у вас здесь из всех развлечений собака за окном бегает. В ресторане люди и едят, они развлекаются. Да. Когда готовить не умеют, то отвлекают шоу-программы. Так, так, так. Ну, мама в ресторане готовить умеет. Не все, но умеет. Пожалуйста. Не надо меню. Спасибо, Илья. Сегодняшний ужин я придумался. Правда, только на две персоны. Ну, поделимся. А мне любопытно, где здесь у вас туалет? Не так, чтобы знать, нафиг случай. Вот, пожалуйста. Сообщительный мальчик. Угу. Здрасте. Дурак, что ли? Дверь закрой. Не веришь, люди отдыхают. По всем каналам вы. Теперь вы еще и в туалете. Давайте, напрягитесь. Может, у нас хоть что-нибудь смешное выйдет. Ты что, дятел, а? Сейчас, выду, я тебя вообще убью, понял? Здесь еще. Что, малыш, обдрызгался? Язык длинный, писька короткая. Ага. Ой, и на вас попал. Ты что, подонок малолетний? Ой. Что вы делаете, Болю? Сейчас дам, Болю. Спасибо. Малолетняя. Сейчас я тебя на кухне отволаку. Что-то там на котлеты порубить. Да отпустите, вы что делаете? Эй, эй, эй. Дим, ты чего? Отпусти его. С тобой, что ли, Глист, а? Я, во-первых, не Глист, а мой сын, знаете ли. Дим, ты следи за выражениями. Тем более, это гость нашего ресторана. Правда? Этот Глист, этот гость, мне чуть костюм не испортил. Он теперь год здесь жрать должен, чтобы отработать костюмчик. Извините, пожалуйста. Ничего. Дима, это я его пригласил. Хочешь его наказать, накажи меня. Могу тебе оплатить химчистку. Я могу отвезти, если хотите. У меня большой опыт. Правда? Запомните оба. Это мой ресторан. Я сюда вкладываю душу. Я сюда вкладываю больше, чем душу. Я бабки сюда вкладываю и не потерплю, чтобы здесь был какой-нибудь бардак. Это интеллигентное, порядочное место. Да, приличное место. Ты что? Ты с ума сошел? Это не я, это муравьи. Ага, инопланетянин. Нафига ты что-то тарелку сразу брал? Осьминог фигов. Из-за тебя вон сколько блюд переделают теперь. Ты не слышишь, я говорю, я не виноват. Конечно, он не виноват. Я виноват, что у меня в ресторане работают одни идиоты. Хотя какой это ресторан, а? Цирк? Муленруш. Голые мужики по залу бегают. Что ты с салатами в зале жонглировал, а? Ты бы еще соплями жонглировать начал, клоун рыжий. Значит, в этом месяце работаешь без премии. Все слышали, да? Вика, и проследите, чтобы его чаевые мне в карман. Мы, бедные муравьишки, все пропали. Они же покинут. Макс! Костик! Мои муравьишки! Они пропали. Они же не смогут жить без домика, Костик. Муравьишки мои. Костян, я должен был ему отомстить. Ну не ной, ты купляй тебе новых муравьев. Это ты их убил? Макс, тебе лучше уйти. Костян, ты не понимаешь, какой он урод. А по-моему, это ты урод. Макс, скажи, пожалуйста, зачем ты это сделал? Ты больной? Ты понимаешь, так с людьми не поступаешь? И с муравьями тоже. Давайте я дома объясню, ладно? Да никто тебя не хочет видеть. Ни здесь, ни дома. Ну и валите, пожалуйста. Найду, где переночевать. Войн без потерь не бывает. И иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение. Война всегда непредсказуема. Твой противник может стать твоим союзником. Ну, ну, что ты... Если у вас двоих появляются общие интересы. Нашего программа интереснее, чем саксофонист. И спасибо, что спасли меня этого пафосного, лысого. Ну, я понял. Не продолжай. Все. Пока. Пошли. Больше всего от войны страдают невинные, которые оказались втянуты в сражение против своей воли. Война – это путь обмана. И порой обманутым оказываешься ты сам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok